Порядка 60 экспонатов из музея маршала Жукова, что расположен в Калужской области, в преддверии главного для нашей страны праздника, приехали в музей истории ВДВ. Среди них личные вещи маршала Победы, уникальные фотографии, которые мало кто видел. Например, восторг публики в свое время вызвал снимок Георгия Жукова, стоящего на стремянке и собирающего яблоки. Не грозного военачальника, а жизнерадостного человека. Вещи действительно уникальны, как из Государственного музея Георгия Константиновича Жукова, так и из семьи Жукова, которые были переданы Эр Георгиевной Жуковой, были внукам Териловым переданы, там и часы, и колодки орденские, и мундиры, как вы видели. Между тем, в истории Жуков останется как блоководец, которому не было равных в 20 веке. Имя Георгия Жукова неизменно ассоциируется с Победой. Именно он от лица Советского Союза подписывал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. И был тогда вот в этом мундире, который сегодня представлен на выставке в Музее истории ВДВ. Музей в Калужской области возвели в рекордные сроки и очень гордятся той коллекцией, которую представляют перед посетителями. Все, что здесь находится, это из фондов нашего музея, поскольку экспозицию, естественно, мы не разбирали. Многие вещи Георгия Константиновича личные находятся в экспозиции нашего музея, а то, что хранится в фондах, часть мы привезли сюда. Нам предоставилась такая возможность благодаря председателю Российского комитета памяти Жукова. Взаимодействие училища и властных структур стало хорошей тенденцией. Отметил это и командующий воздушно-десантными войсками. Имя Георгия Константиновича Жукова вписано золотыми буквами в историю русского воинства. Рязань – это город воинской славы давних времен и в войне. Мне приятно, что здесь находится альбоматор многих десантников второй половины 20 века, которые тоже вписали и продолжают развивать традиции Георгия Константиновича. Это уже не первая выставка и, скорее всего, хорошей традицией станет взаимодействие музеев. Кстати, в преддверии Дня Победы экспозиция из Рязанского музея истории ВДВ уедет в Калужскую область, в музей Жукова.